Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин на дворе, 22 августа 2020 года, время 10.30, и мы собираемся в лес на ночь. И это никакой не челлендж, просто это наша традиция, которая вот уже шестой раз повторяется. К сожалению, в 2019 году мы ее пропустили из-за всяких дурацких обстоятельств, связанных с погодой, занятостью работы и так далее. И вот мы вновь отправляемся в лес! И вот это вот животное нас провожает. Да, животное? Провожаешь, провожает животное. Вещи собраны, портфельчик, еще портфельчик, спальник, спальник, мясо, ну да, мы не в деревне. Стол, хотелось бы сказать, что стул, но нет принадлежности для мангала, мангал и люди. Ну, пока что один человек в кадре. Вот так. Сейчас едем докупаться, и в лес, палатки, свежий воздух, хорошее настроение у нас и у вас на экране, поэтому обязательно смотрим, обязательно впитываем, улыбаемся и, в общем, хорошо проводим время в этот тяжелый год. Не переключаемся. Из магазина приехали, продукт сейчас покажем. Прибавление. Здрасте. Еще два прибавления ждут внизу. И вот, вот видите, вот, вот, мы прям как на войну собираемся. Во Вьетнам, и в северный, и в южный, во весь, в центральный. Будем мочить гуков. Нет. В общем, как видите, вот у нас все в продуктах, все в вещах, и сейчас Юра будет закладывать, так, чтобы все было удобно. Едем на ночь, а как будто на всю жизнь. Крутится, молча. Упустили проститутку. Не успел. Черт. А место-то было, где-то вот тут. А куда еще сажать? Только к этому самцу, на колене. Она, кстати, та же самая. Вот у нас знаток моды проституток на московском шоссе. И синий топ. Ого. Жарик. Шестерс. Только отработало, видно, возвращается. Итак, не прошло и года, а вообще-то прошло, уже больше. Два года. Два года. Мы вернулись. Помашите ручкой друг другу. Все прекрасно. Обнимитесь. Обнимитесь. Вот так. Вот. Видите? Да. Мы как дети цветов любим друг друга, весь мир. Это не значит, что вы будете наблюдать жуткую садомию в кадре. Нет. Просто все будет очень хорошо. Ну что, план у нас следующий. Сейчас раскладываем палатки, раскладываем стол, начинаем делать мангал, костер. Первый перекус, потом гуляние, отдых, возможно, чуть-чуть загорание. Возможно, вот этот человек у нас поплывет на матрасе в никуда. А может и поплывет. Да, да. Без голосовного заявления не исключено. Мы предполагаем. Вот. И будем проводить свой день. Как-то так. Постараемся в динамике. В динамике. Решили мы пока бросить ребят. И не на произвол наших соседей, которые, мы надеемся, скоро уйдут. Просто для первого захода еды необходим не просто уголь, а все-таки деревярчик. Поэтому вружились топором. И сейчас будем кромсать здесь деревья, уже мертвые. Вот. Чтобы обеспечить себя едой. Ну и, соответственно, дышать воздухом и наслаждаться песком в нагады. Мужик. Защитникам природы, хочу сказать, заткнуться. Почти же как стихи начал. Оно уже было полумертвое. Взятки-гладки. Мелодобытчик. Куда мы это отправим, Мел? В ад. Отлично. У нас экстренное включение. Соседи пропали. Юра их съел. Нет, они здесь, но они недалеко. Время не. Юра, ну была такая красивая история. Коктила на втолах. Нормально. Это шляпа. Это вот шляпа. Шляпа это твой коктил. Супой грибочек. Короче, как вы видите, мы здесь обосновываемся. Данную конструкцию мы будем переносить, соответственно, теперь уже туда. Там по классике, как делали раньше, будет огонь. Машину оставляем. Палатки оставляем. Деревяшки рубим. Угли есть. Угли есть, но дерево нужно для, опять же, поддержания хорошего жара и для именно быстрого огня, чтобы сосиски обжарить. Ну, потому что надо пообедать как-нибудь. Вот. Наши соседи, да, Юра их не съел. Они уехали вон туда, в то неуютное место, где я обычно хожу в туалет. Ну, будет для них это сюрпризом. А что это блогеры не работают? Все работают, а блогеры не работают. А как же контент? Это же работа, Дима, ты что? Камон, не палец. Это не работа. Это так, хобби, творчество. Это вот так вот получается, как будто Дима пытается Милу поймать на большую удочку. Удочку? Удочку. Даня, ты бы эту вот херь подержал посередине. Да ладно. Мог бы. Костер у нас уже разведен. Схватывается. Спасибо мне. Палатки поставлены. Спасибо ребятам. Дерево есть. Спасибо Юре. Уже открыли пивко. Вот, ребята тут потеют, качают свои кисти. Мы с Юрой на матрасе, а ты на шишках. И твоя жена тоже. Это будет йога. В общем, постепенно активность у нас возрастает. Чинь-чинь. Хорошо. Время прошло, как вы видите. Костер у нас разделился на две части. Здесь у нас просто тлеют бревнышки для поддержания жара. Тут у нас угли с картошкой в фольге. Запекание. На огонь не обращайте внимания. Угли были пропитаны средством для розжига. Поэтому сейчас будет огонь. Они скрепятся и картошка дойдет. Таким вот образом решил поступить, чтобы ускорить процесс. Ну, а сосиски будут готовиться непосредственно на деревяшках. Люди у нас тут стоят, отдыхают. Остальные ушли за бревнами, поленами, на которых можно будет сидеть. А вот, возможно, смотрите, мы даже сожжем. Давайте с вами пока у нас процессы запустились, подойдем к озеру. Пока мы идем, вы смотрите на меня, потому что это мой канал. А вот это замечательное озеро. А вот там, вот там, люди, которые ловят рыбу. Ну, пытаются ее ловить. Озеро достаточно мелкое. Здесь в центре самое глубокое место. Как нам сообщили, порядка двух метров в глубину. То есть, ну, вода, конечно, не фонтан, как говорится. То есть, плавать здесь, ну, такое. Вот если плавать, то после этого сразу идти в баню. Там отпариваться, отмываться. Как видите, погодку у нас сделала так, чтобы солнце нас не жарило. Ну, а в принципе, пофигу. Мы в лесу здесь. То солнце, что не солнце. Самое главное, единение с природой. Включение не заканчивается. Продолжаем движение. А вот на горизонте появляются наши мужчины. Во, все с бревнами, с березами. Что все было зашибись и удобно. Сам потаскай. А вот Диме норм. Бук. Сука. Что, кусил кто? Да. Или что-то содранное такое. Как вам моя кепочка. И еще. Это прям как кладка яиц саламандры. Огненные ящерицы. Какой твой. Фига. Боже, что там. На Диму напалу тварь. Сними тварь. Что это за тварь? Какая усатая. Это Лукашенко. Давай последняя. Последняя осталась? Я точно его снимаю. Вот он. Питер какой. Так, все. Последняя картошка готова. Сейчас сосиски поставим и все. А, не, что, погоди. Опа, вот еще картошка. Обманулись. Это уголек. Себе отложили. Вот какой красивый вылез. В общем, картошка сейчас пока остывает. Мы на угле поставим сосиски разогреваться и немножечко их подкоптим. И, соответственно, наконец-то будем есть. К сожалению, данный костер немного с лайфхаком. Потому что даже на дерево пришлось капать жидкость для розжига из-за того, что здесь очень сырые деревья. А в ленте, где мы закупались, не было поленей. Но все равно даже жидкость не помогла. Раздолбали сухую деревашку. Вот они более-менее схватились. Поэтому надеюсь, что к вечеру у нас мясо будет готово в нормальных условиях. Люди ржут, хотят жрать. Задолбали. Сейчас топором всех порежут. Спасибо прошлой неделе за дожди. Поехали сосисоны. Поехали сосисоны. Послушайте. Подойдите поближе. Подойдите. Смотрите на это. Видите, как они выходят. Как они кричат. Они рвутся на коном рот. Это я на руку посередине. Это ненормально. Слушай, хорош. Это вообще все. Покупайте в ленте. Приятного аппетита. А тебе что-то есть? А вот сосиска. Пыл где-то там, да? А вот картошечка. Извините, я сейчас открою. Вот Димочка. В общем, ребят, чин-чинь. Судя по тому, что первая часть нашего блюда готова, выжать можно. В том плане, что мясо мы тоже приготовим. Не переживайте за нас. Ну, если что, донатьте, пожалуйста, а то что-то без донатов некрасиво. Можно его поймать. Донатьте, пожалуйста. Вот прям сейчас, донатьте. Ну, донатьте уже, вот почему. А то он не заткнет. Мил! Да чувак! У тебя таракан где-то. Ну, убери его! Выстрели в него. Бах-бах! А этот хлеб можно есть? Тарный? Можно. А что он открытый? Только если ты рыбка. Я рыбу брал, я рыбу брал. А я думаю, что там хлеб валяется, дураки что ли? А не рыбу ловят. Ладно. И так, Юра, топор, дерево. Давай! Есть контакт. Ты сделал это. Подписывайтесь на все каналы. Вот здесь вот мужик. Что он делает? Сейчас один, а было три. Жрет. Куда он это делает? Лучше, что я вижу. Миледи, прекрасный цветок для дам, детям, шкурка змей. Это ребята у нас вернулись с охоты. Это она уже сбросила. Я не освежевал змею. В общем, у нас дело ближется к вечеру, как в принципе и везде вокруг Нижнего Новгорода. Ну, соответственно, инопланетя Земля. Костер у нас продолжает гореть. Мангал готов для углей и для мяса, но сейчас сначала это все прогорит. Большие угли отсюда пойдут в мангал. Сюда потом пойдут еще покупные. Будет доп. жар. И мясо очень быстро приготовят. Солнышко садится. Люди обсуждают добычу. Вот как-то так проходит наш динамичный день. Да? Динамичные ребята? Да. Юра говорит, что нужно идти готовить овощи. Именно. Зачем? Чтобы их не есть. Понят. Есть. В общем, как вы понимаете, мы сейчас будем подготавливать овощи, подготавливать мясо. Основной костер у нас уже догорает. От него часть углей пойдет в мангал. Сверху будет еще одна такая шуба из купленных углей. Ну, я вам об этом говорил. Ну, и мы приступим к готовке, потом к употреблению, потом просто будем сидеть, да сложаться жизнью. Отдак. КОНЕЦ Итак, мы сейчас будем закладывать перцы и мясо в наш мангал, вот в этот вот. Костер, кстати, до сих пор горит. Давайте это. Сначала перец. Где твоя подводка, Юра? Сначала перец на шашлык, ой, на шампур, который сейчас прокалился. Перец для копчения, чтобы он был такой мягкий, сочный. На ажеристый, в общем, не поняли. На ажеристый, в общем, да. И мясо мы уже положили. Закладываем в одну кладку. Вот. Хороший. Как пятичка яйца. С учетом тех углей, которые есть у нас сейчас, ну минут 20, наверное, мясо будет. Да, не пересвет. Нормально. Давай вот так. Как тебе? Как так? Отлично, замечательно. Это на Оскар? Звезда, да. Оба, две звезды. Это тоже на Оскар, да? Замечательно. Вот. Нормально. Поэтому у нас сейчас готовится мясо, коптятся перцы. Ну и, в принципе, мы будем переходить после этого уже к употреблению, может быть, какой-нибудь ночной прогулке и ко сну. Но мы с вами не прощаемся. Будьте классными, но никогда не сможете быть настолько классными, как и мы. Вот так вот. Вот именно. Еее. Еее. Так, сейчас мы вытащим. Мясо готово. Ой, бля, горячо. Мясо готово. Каким образом мы сейчас поступим? Пойдем. Главное, пальцы не сжечь. Вторых нам не дадут. Мясо готово. Мясо снимаем. Сейчас будем его кушать. Да, Дим? Да-да. Хотелось бы. Вот. У нас еще перцы, кстати, продолжают коптиться. И костюм. Ну, пахнет. Бля. Как это произошло? Вот объясните мне, пожалуйста. Да не, не, она держится. Она нормально. Погоди, погоди, погоди. Короче, сумбур сумбуром. Ну, может, там разберемся. Ну, сделать все получилось. Даже с учетом дерьмового дерева и отсутствия поленышек в ленте. Где? Угу. Юр, возьми свет, пожалуйста, и посвети сверху, потому что я уже не вижу, что это... Давай вот так вот. Да, вот так вот. Перец большой опасности. Да сейчас перец, и господи, спасем твой перец. О, господи, красавцы. Так, один есть. Второй есть. А пахнет... Бля, как я давно не чувствовал этого запаха перца. Все, пошли жрать. Давайте жрать, да. Жрать. Да. Это земля стала нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если станет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Живая. Камера живая. Запотелся, зараза. Сборы. С добрым утром. У меня после ночи сдохла. После ночи сдохла? Да ладно. Это зараза живая. Короче. Все живы-здоровы, вроде как. Кто бы говорил. Сейчас позавтракали. Да, вчера ночью... Ваш покорный слуга с башкой умирал. Спасибо Юрию, что он дал таблеточек. Юр, с тебя рецепт этих таблеточек. Не знаю. Вот. Поели сейчас. Меча перекусили. Морщика попили. Вон у нас там косерчик догорает. Это не значит, что он всю ночь горел. Это просто Юра его сейчас развел, чтобы на нем кипятить водичку. Наши выходные заканчиваются. Сейчас собираемся. И постепенно в город отмываться. Вот от этого всего. Нет, нет. Во, 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 во. Все. Спасибо за просмотр. Дальше узнаете, что делать. Вот так. Да. На этом и закончим.